Его имя стоит в одном ряду с такими учеными, как Королев, Глушко, Лавочкин, Грушин. Руководитель завода «Энергомаш» Станислав Богдановский уже вписал свои достижения в историю науки. В этом доме на проспекте Мира-10 он прожил почти полвека. Теперь здесь мемориальная доска в его честь. Он жил в этом доме, и, наверное, многие даже соседи не подозревали, что он директор завода. Тогда это было не очень популярно, афицировать имена руководителя предприятия. Но я прекрасно помню, он был очень простым человеком по жизни. И поэтому он к городу относился как к своему родному, как к своей малой родине. И поэтому он столько сил вложил в развитие этого города. Доктор технических наук, участник Великой Отечественной войны, лауреат Государственной премии СССР, почетный гражданин Химок. Станислав Петрович Богдановский за 50 лет прошел все ступени на «Энергомаше». Заместитель начальника цеха, начальник цеха, заместитель главного металлурга, главный инженер и, наконец, директор завода. Под его руководством создали более десятка типов ракетных двигателей, включая и самые мощные в мире до настоящего времени – РД-170. На открытие мемориальной доски Богдановского пришли бывшие сослуживцы, руководство округа и члены семьи. Все отвечают небывалую увлеченность и работоспособность Станислава Петровича. Когда я просыпался, его уже не было, он был на работе. А когда я засыпал, он еще был на работе. Он там дневал, ночевал, он был для меня примером всегда. Руководитель завода не ограничивал себя наукой, заботился о комфортной жизни его сотрудников и жителей города. При его непосредственном участии в Химках строили жилье, школы, детские сады. На протяжении многих лет очень много доброго и полезного сделал как для жителей, как для работников Энергомаша, так и для всего города в целом. Поэтому мы данную память увековечиваем и хотим, чтобы те добрые дела, которые он делал в свое время, мы были достойными продолжателями. Несмотря на морозную погоду, почтить память Богдановского пришли несколько десятков человек. Делились воспоминаниями и общались с семьей. К мемориалу по традиции возложили цветы.